Шабах шалом община Знаете, в этом мире сегодня существует такая тенденция, чтобы разрушить эту богоизбранную позицию для того, чтобы община или общность людей была в своей функции. Если вы заметите, в последнее время люди не так-то уже имеют чувство личных отношений, вот дружбы с друг другом. Сегодня новое поколение молодых людей не держится позиций, которая называется дружба, знаете, вот молодежным таким составом. Я помню, в наши времена, мы тус... Тихо, не заводится микрофон. Чуть-чуть убрать его со сцены, если возможно. Молодежь нашего двора всегда, или молодые люди нашего двора всегда тусовались друг с другом. Сегодня молодежь, она не видит позиции или важности иметь личных своих друзей или же компаний, которая могла бы вот в социуме работать. В социуме именно живой, не виртуальной. Сегодня больше склонность перейти на виртуальность, показать фотографии, где ты возле красивой машины оплокотился. Она не твоя, но ты облокотился вот у нее. Даже если где-то покушать мороженое в каком-то хорошем, прекрасном ресторане, он не твой, но ты должен обязательно там сидеть и кушать мороженое. Представить всем, какая прекрасная жизнь, но на самом деле внутри человек пустой и в одиночестве. Социум и такой вот именно виртуальный социум, где люди открывают свою непринадлежность, свою, можно сказать, горечь и свою боль. А чаще всего показать, какой ты сильный, красивый, фигурой, умом не покажешь, потому что все, что есть, то есть. Что же на картинке? Не спросишь, а как у тебя с IQ? Видно, что не всегда нормально. Но в сущности Бог посмотрел, чтобы народ, он был в социуме, в дружбе. Для того, чтобы оставаться в отношении друг с другом, нужно их всегда развивать. Невозможно родиться с этими чувствами, вот я хочу дружить. Дети, Татьяна, мы вчера были в гостях, праздновали шаббат, да? И дети всегда способны к тому, чтобы прижаться к тому, что живое, да? И если ты оставишь его где-то лежать, он проснется и видит, что никого нет рядом, он будет кричать. Кричить не потому, что ему холодно, или он только кушать хочет, потому что никого нет, ему нужна защита, ему нужна помощь. Мы как люди понимаем, что мы рождены в этот мир для какой-то цели и причины. Какая может быть цель и причина? Как вы думаете, мы рождены, чтобы кому-то или где-то принадлежать? Сзади меня хупа, и вот это свадебный балдахин. Сегодня у нас продолжение праздника будет чуть попозже, да? Но в сущности, мужчина и женщина, они рождены для того, чтобы соединить свои жизни вместе, не души. Души принадлежат Богу. Но жизненный путь соединяется для того, чтобы исполнить Божье предназначение. Нехорошо быть человеку одному. Это Божье предназначение для людей, чтобы человек не был один. И внутри нас мы рождены не для того, чтобы что-то делать, а для того, чтобы кому-то принадлежать. И вот мы вместе со мной, пожалуйста, откроем самую первую главу Бытия. Первая глава, 26 стих. И сказал Господь Бог, сотворив человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверьми, и над скотом, и над землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Здесь существует именно тот принцип, который Бог заложил в нашем с вами отношениях, для того, к чему мы с вами призваны. В первую очередь я хочу сказать, что все мы здесь собрались, и собрались по одной причине. Нам не безразличны наши отношения с Богом. Нас ведет к отношению с Богом именно тот внутренний устав, который Бог заложил, что нехорошо быть человеку одному. Бог сотворил человека для того, чтобы иметь общение, и владычество, которое он даже и вложил для человека, чтобы он владычествовал, но владычество – некая работа, некое действие, но это действие исходит из предозначения. А предозначение – иметь отношение друг с другом. Говорится, сотворим человека, значит, верить в то, что мы сотворены, а не то, что мы становимся преобразованием эволюции. В первую очередь человек должен понимать, что он сотворен, а не эволюционировал. Кто-то из вас, может быть, эволюционирует, родился одним, постепенно он превращается в такого человека, с которым невозможно жить. Может быть, но к старости все такие становятся. Невозможно жить, хочется умереть и поскорее. Люди, не спешите. Мы Богом призваны, чтобы быть в одном теле, быть вместе для одной цели, изменять этот мир. Второе – по образу нашему. Означает, что он показывает, что мы принадлежим ему в образ, который мы несем в себе отображения Божьей милости и благости. Мы видим, что Писание говорит, он усмотрел, он дал руку помощи, и слышны были шаги его. Вот этот момент, что мы именно принадлежим Богу. По подобию нашему, значит, иметь отношение к тому, кто тебя созидает. Бог созидает человека. Он есть внешне, есть внутренне, и он созидает человека. И мы, на самом деле, исполняем то, чем мы питаемся, то, что нас созидает. Мы становимся подобием того, что нас созидает в этом мире. Когда я думал часто очень о такой теме, как внутреннее исцеление и освобождение. И знаете, я сегодня вижу, что много людей стремятся, хотят быть свободными. Как только, если бы сегодня было бы хорошее вечернее собрание, мы назвали бы освобождение от проклятия, от бесов и всех болезней, этот зал бы был переполнен. Потому что человек внутри себя ищет свободы. Он призван к свободе. И мы, на самом деле, сфокусированы на том, чтобы быть свободным. Но знаете, интересную вещь Библия говорит, кого сын освободил, тот воистину свободен. И следующее местописание. Ищите прежде всего, что? Царство Божие и все остальное приложится. Знаете, к чему я говорю? О том, что когда человек, он не свободен от какой-то проблемы. Он ищет, как освободиться от нее. И практически он от нее зависит. Ищет свободы. Постоянно ищет свободы. А Ишуа говорит, ищите прежде что. Потому что чем ты питаешься, чем ты себя окутываешь, то становится твоим образурой. То, что тебя окружает. И фактически, если ты питаешься, ищешь Царство Небесное, ты прилагаешь усилие к тому, к тем правилам, которые Царство Небесное говорит. Что ты должен делать. И ты себя окутываешь той свободой, которую Бог тебе предназначен. Но это не та тема, о которой я сегодня хочу говорить. Тема, она такая, как, очень простая, кто я и где я. Знаете, Бог хочет, чтобы мы рассматривали себя именно в контексте принадлежности. Каждый из нас рожден с чувством отвержения. Каждый. Знаете почему? Потому что Писание говорит, беззакония ваши, они отделили вас. Они отрезали наши отношения. Я не встречал еще человека здесь, на земле, который бы не говорил об отвержении, который бы не пытался найти или разрешить какие-то неспорные обиды. Потому что каждый раз, когда человек обижается, он переживает чувство отвержения. Что его не воспринимает. Его не приняли таким образом. Вы хороший человек. Вы прекрасный. Вы богобоязный человек. Но внутри бывают такие чувства, чувства отвержения. Тебя не поняли. Тебя не дослышали. Тебя не воспринимали. И чувство отвержения, это одно из таких трудных переживаний, которые человек вокруг себя имеет. То, чему мы принадлежат, группе людей, часто, знаете, вот, каким-то партиям, каким-то соцсетям. Человек ищет свое потребление. Ищет тот круг. Знаете, я мало понимаю женскую логику. Хотя, как бы, должен понимать женскую логику, потому что все-таки женатый человек. Но я хочу рассказать то, что переживал я как мужчина, то, что я видел в своих ребятах. Мужчины, может быть, вы со мной согласитесь, наше желание быть, принадлежать какой-то группе, кому-то примкнуть, оно всегда связано с какой-то глупой идеей всегда. Ну, на самом деле, с детства вот смотришь, дети что-то вытворяют. Я помню, что, вот, знаете, как есть вот такое положение, как тебе слабо? Ну, когда вот, ну, мужчины, не знаю, как женщины, я не знаю, женщины делают такое, тебе слабо или нет, как бы так. Нет, им можно, наверное, больше разукраситься, покраситься, там что-то еще, как бы, выделиться. Ага, такая вся, такая все. А у нас нет, у нас, у мужчин, да, у мужчин совсем другое. Нам главное, как бы, не как ты выглядишь, а что ты можешь делать. И вот, если ты ребенок, то мы, помните, на качелях катались, так вот, раскрутиться, так со всей силы, и где-то еще выпрыгнуть, так, ну, какие-то безумные какие-то вещи. А кто-то на велосипедах выпендривается, знаете, вот, смотришь, катается, вот, и девушки думают, ну, вообще. Какая логика? А он там и так, а он там и сяк, это все, как бы, таким, ну, нам друг друга не понять. Вот, то есть, моменты, да, такие, кто-то качается, там, кто-то на турнике выделывается, там, сорвался, это все. Ну, конечно, девушки нас не понимают, мужчин, то есть, реально. Я смотрел на ребят, как они прыгали на тех велосипедах, и так далее. Некоторые пацаны, вообще, они доходят в такое состояние, там, типа, в компании, типа, тебе слабой, там, набухаться, там, на раз набухался, обрыгался весь, до того самого, и такое, слабо, да, вот. Как бы, мы хотим, то есть, нам кидают вызов, наша группа, да, ну, там, типа, что, слабак, там, давай, ну, что, не курнешь, давай, тихо, там, в нервном таком состоянии, чтобы не только мама, папа не увидели. Мы кидаем вызов для того, чтобы сделать что-то. И вот чаще всего эти глупые, на самом деле, поступки приводят кого-то к реанимации, кого-то там в больницу, кого-то вообще никуда не приводят. И он понимает, что ничего не произойдет. Вот, я помню, как мне рассказали историю мои дети. Наш Давид, который, он тихоня, да, вот такой, хотя сейчас такой взрослый, имеет свое мнение. И говорит, младший сказал, мы однажды Давида повели на дискотеку, в этот самый, в Палладиум. Ну, додумались. Ну, Дот пошел туда, как бы, на дискотеку, ну, потусоваться там, знаете, со всеми, как молодежь. Они же все равно втихаря, где-то так, пытаются что-то сделать. Вот, знаете, идут на рожон, чтобы их воспринимали. Крутые ребята, да. Ну, Дот пошел один раз. Ему там дындель надавали. И он сказал, мне больше дискотека не нравится. Понятно, есть призвание Божие. Слушайте, мы просто удивляемся таким вещам, почему так происходит в жизни людей. Но есть призвание Божие в людях, и Бог будет делать все, чтобы придержать тебя к этому призванию. Если даже тебе настучали немножко по голове, где-то там ногу поломал, что-то еще. Нужно подумать, зачем ты это делаешь. Кому ты хочешь принадлежать, кому ты хочешь понравиться. Кому ты хочешь произвести впечатление, что ты крутой, да. Поэтому я говорю о мужчинах. Я не знаю, какую женщину. Может быть, какая-то женская конференция будет. Мы больше узнаем, что привлекает женщин быть в социуме. Но больше всего они знакомятся. Знакомятся чаще всего в таких местах, которые ты даже не ожидаешь. Да. Чаще всего подружки встречаются в магазинах, на базарах, даже в туалетах. Выходят из туалета и говорят, познакомьтесь, это Ира. Мы, мужчины, не знакомимся в туалете. Вы понимаете, у нас таких вещей нет. Никто еще этого не делает. И вот знаете, я понимаю, что мы всегда хотим кому-то принадлежать. И вот такой вот, один из таких примеров неудачного выражения «мне слабо» записано в бытие. «Мне слабо». Бытие именно третья глава, когда Бог, давая указ о самом саде, да, что нужно делать, он дал указ человеку, от всего, от всех деревьев можешь кушать. Но от дерева познания добра и зла ты не можешь. В день, который ты вкусишь, смертью умрешь. И вот это желание, то есть кинуть вызов, кинуть вызов тому, что неизвестно, тому, что откроет твой разум, то, чтобы показаться, что ты можешь что-то сделать больше. Вы знаете, Ева кинула вызов, кинула вызов обстоятельствам, и они закончились очень печально. Так как и мы кидаем вызов самим себе, мы хотим принадлежать обществу, мы кидаем этот вызов, и зачастую, очень часто, то общество, которому мы кидаем вызов, чтобы нас приняли, эти случаи заканчиваются печально. Ева сделала этот выбор, и Адам, впоследствии взявшись за нее, подобязавшись с ней, происходит нечто. Бытие 3 глава 7 стих. Открылись у них обоих глаза. Открылись глаза у них обоих. Ни одного человека, ни тот, кто первый, знаете, кусил, и там, пынь, Адам, на, я что-то вижу. Когда Адам кусил, открылись у них глаза. И узнали они, что они наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа, между деревьями рая, возвал Господь Бог Адаму и сказал ему, Адам, где ты? Он сказал, голос твой я услышал, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. Знаете, может быть, вы не замечали, но что-то странное происходит тогда, когда человек пересекает эту грань, грань отношений. Как только Адам и Ева вкусили запретный плод, они мгновенно почувствовали себя отверженными. Помните, я говорю, мы родились в отвержении, мы отвергнуты. Как только Адам и Ева вкусили плод запретный, то есть то, где мы говорим, ну, тебе слабо, тебе что, слабо порнуху посмотреть? Тебе что, слабо напиться там как бы все, ну, жизнь такая. Тебе слабо там еще потянуть с привоза что-нибудь в карман положить? Тебе слабо кого-то кинуть? Когда вот это происходит, у Адама с Евой произошло это. И они почувствовали себя отверженными. Они почувствовали себя не в уделе уже того сада, в котором они были в безопасности. Мало того, они почувствовали себя отвергнутыми от Бога. Более вам скажу, они увидели, что они наги, и Адам сказал, Ева, что вы на меня так смотрите? Прикройтесь, пожалуйста, мне страшно. Они отвергнуты были друг от друга. Кто их там видел вообще? Их всего лишь было двое во всем мире. Чего можно было стесняться? Обезьян, гиппопотамов, слонов. Но этот момент, где человек перешел в сторону, я вам скажу, грех, совершаемый грех человеком. Если посмотрите вы же этих людей, где они грешат, они сразу чувствуют себя отверженными от общества Христова. Мгновенно, как только человек совершил грех, он чувствует, что он не часть того общества, которое, Бог говорит, это мой народ, и он свят. Он начинает себе выдумывать. Ой, там, так что я буду здесь вообще делать? Они же славят Бога, а я, ну что это такое? Это что, правильная церковь? Они прикрывают свой грех. Грех не хочет, чтобы его выявили. Человек сразу чувствует себя отверженными. А что я буду ходить в общину? Я перестал слышать Бога, или там чувствовать Бога. А там Бога нет. Ты посмотри на свою жизнь. Где произошло то, где ты сказал, ха, слабо? И часто люди говорят, не слабо, я могу это сделать, ничего страшного. Я знаю, где остановиться. Я знаю, где кончится моя последняя рюмка. Я знаю, где закончится последний мой бычок. Я знаю, где последняя порнография там висит. Я знаю, куда можно идти. Я далеко не хожу. Вы знаете, в этот момент твой дух, он чувствует, что ты уже не принадлежишь тому обществу, которое тебя окружает. Тебе кажется, что тебя все уже просчитали. Тебя видят. Ты не так говоришь. Тебя спрашивают, а как дела? И думаешь, неужели? Я только недавно другу рассказал, мы молились вместе, тут уже вся община знает. Никто еще ничего не знает, но твой разум и тот грех, он уже отрезает тебя от того общества, которое Бог избрал, чтобы мы друг другу помогали, чтобы мы друг другу, знаете, вот освещались. Потому что написано, святой, да, освещается еще. В этом положении. Кто ты? Где ты находишься? Вопрос. Кому мы принадлежим? Вы знаете, я говорю эту тему, потому что мне больно видеть людей, которые на самом деле играются на этой грани, на грани тебе слабо. мне жалко таких людей. Я скажу честно, там делать нечего. Каждый из нас был там, на той стороне, но все же, я хочу сказать, Бог хочет, чтобы мы слышали голос. Мы рождены в этот мир с чувством отверженности. Исайя 59, 2 говорит, но ваши, беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Рыли нам 3, 23. Потому что все, все согрешили и лишены славы Божьей. Это слово, которое мы используем, грехли, согрешили, означает попасть мимо. Каждый из нас, друзья, вы и я, каждый из нас, мы немножко когда-то промахивались. Мимо той цели, которую Бог для нас имеет. Здесь нет ни одного человека, которому он не согрешил. Ни одного. Вопрос, что мы с этими чувствами делаем? Либо мы их расширяем, эти греховные состояния, либо мы, наоборот, сокрушаемся, идем к тому, кто может нас исцелить. Представьте себе того Адама, который пытался спрятаться уже от Бога. Куда бежать? По каким деревам можно спрятаться? Потому что Адам был там, где был Бог. Он везде. И Бог спрашивает, Адам, где ты? Он говорит, я тебя забоялся. Вы знаете, это, я думаю, что это самое, наверное, неприятное слово, которое, наверное, услышал Бог. Это лично мое мнение. Я не говорю, что это теологически правильно и так далее. Это чувство. Бог ничего никогда не делал для своего творения, чтобы его творение боялось его. Там другой совсем страх. Страх совсем другой. Он ничего не делал, чтобы его творение его боялось. Наши дети чаще всего боятся нас, потому что мы можем их наказать. Здесь встреча была каждый день, по холоде дня, с Богом общаться. И тут, во время того, когда грех разделил человека от Бога, грех создал атмосферу отделения, отверженности. И грех составил то чувство страха. Бог любит человека. Тебя и меня он любит настолько, что он предоставил интернативу. Интернативу отношений. Для меня, как пастырю, очень сложно иногда, я вам честно говорю, общаться с людьми, которые, знаете, пытаются оправдать свои действия, свои поступки. Некоторые люди понимают, что Бог любит их, но они не видят, как можно исправиться. Плохая новость в том, что все мы рождены отверженными. Но хорошая новость в том, что мы получили замену. Знаете, самое худшее в том, что Бог, Он чист, Он идеален. Он безупречен. И чтобы иметь отношение с безупречным Богом, нужно быть самим безупречным. Вот это самая страшная позиция. И Бог ищет интернативу, как сделать так, чтобы вернуться к отношениям с человеком. Кому мы принадлежим? Где мы принадлежим? Куда мы ходим? Где мы вовлечены? Богу важно делать то, что нужно для нас. Левитам говорит, если кто приносит мирную жертву Господу, исполняет обет или по усердию, или по праздникам вашим из крупного скота или мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодным Богу. Никакого порока не должно быть на нем. Получается так, что мы не способны. И что бы мы ни приносили, какие бы жертвы мы ни приносили, даже когда уже мы в Новом Завете живем, где кровавые жертвы уже неуместны, как во всем мире, так и в христианстве особенно, какую жертву мы можем принести? Жертву любви, отношений, мы даяние делаем. Вопрос, можем ли мы принести совершенную любовь? Как жертву, любя друг друга и так далее. Навряд ли мы не всех любим. Можем ли мы принести столько денег, чтобы, как жертву такую, чтобы она была безупречная, и сказать, вот я это сделал, и чувствовать себя удовлетворенным во всем, что все мои грехи покрыты? Навряд ли, наверное. Вы понимаете, что у Бога есть совершенное совершенство. Он участвует только в совершенной жертве. И вот Иешуа является тем безупречным агнцем. И евреям 5, 9 говорит, и совершившись, сделался для всех послушным, ему виновником спасения вечного. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Освящаемых. Мы не идеальны. Ни один из нас не идеальны в своих делах и в своей жизни. Если так честно брать, мы, никто из нас не достойны Божьего любви и отношений. Даже по сути, кто мы такие? Мы уже родились этим отвержением. Мы несовершенны. И зачем со мной дружить? Я несовершенный человек. Зачем Богу со мной иметь отношение, если я несовершенен? Вопрос каждый может задать. Потому что за каждого умер Мессия. Я могу сказать, через жертву, принесенную своим Богом, за меня лично. Я чувствую, что я имею право стоять перед Богом и быть оправданным через жертву Его. Только если я сижу себя по Писанию. Если я рассматриваю свою жизнь через Библию, тогда у меня есть право стоять перед Богом. И, ну, как бы сказать, не гордо, но, можно сказать, справедливо сказать, я оправдан только тобою. Я ничто. Что же сказать на это? Если тот, кто Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего. Кто будет обвинять об избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Мессия Ишуа умер, но воскрес. Он во Десную Богу и ходатайствует за нас. Этот Агнец, который за нас ходатайствует. Разве Он не знает наше падение, наши подъемы? Разве не знает наши чувства, наши сердца, когда мы, что мы говорим в своем сердце, что мы делаем в своем сердце? Тогда по какой причине Он имеет к нам благоволение? Вот сколько нужно иметь любви к нам, к нам уже, я не говорю с грешникам, те, кто живут без Бога, к нам, которые знают Его, по милости и благости мы живем, да, мы согрешаем в своей жизни. И сколько к нам, таким людям, которые знают Писание, нужно иметь любви. Вы когда-нибудь задумывались над этим? Неа. Знаете почему? Потому что мы приняли это за, как должное. Если мы раз приняли Бога, то, чтобы не произошло, я приду к Нему, Он мой папа, я его поцелую, я обниму его, и все будет хорошо. Но на самом деле, взвесьте, взвесьте, если мы, как водители на улицах, нарушая правила дорожного движения, получив права, да, и милиционер останавливает, мы же не говорим, ну, ой, хорошо, ты меня останови, поцелуй, я поеду дальше, ты же хороший дядя. Он останавливает. Он говорит, молодой человек, вы нарушили правила, вы их изучали? Конечно, у нас есть правила Писания, и Господь, Он останавливает нас по жизни. Но сколько нужно иметь любви? Я говорю за себя. Сколько ко мне нужно иметь у Него любви, чтобы иметь нисхождение тем поступкам, тем, может быть, мыслям, тем, может быть, тем разговорам, делам, которые у меня происходили? Он говорит, вы что, не идеальны? А-а-а, извините, нет. Вчера мы там общались, Татьяна говорит, что ты так нервничаешь? Я говорю, не нервничаю, просто меня это раздражает. Вы знаете, я понимаю, что для нас, людей, которые верующие, мы должны понимать глубину Божьих отношений. Евреям, 12 глава, 22 стих, но вы приступили к горе Сиону, граду Бога Живого, к небесному Иерусалиму, к тьму ангелов, торжествующему собору общины первенцев, написанных на небесах, к суде всех Богу и к духам праведников, достигших совершенства. Достигши чего? Совершенство никогда не достигается путем сплетен, путем осуждения, путем ненависти. Совершенство достигается благодати, которая дана от Бога. Посреди этой вот нагорной проповеди есть одна фраза, которая очень мне нравится. Итак, будьте совершенны, как совершен отец ваш небесный. Если совершенство достигается делами, тогда я несчастный человек. Я верю, что для совершенства оно приходит по мере благодати и милости Божьей. Само выражение «будьте», то есть вы станете совершенным, когда вы поймете, что кровь, проливаемая на Глаговском кресте за вас, является кровь очищения, потому что без пролития крови нет прощения грехов. Никто не может быть совершенным, идеальным. Я пробовал, пробовал, не получается и не получится и у вас. В чем же состоит благодать? В чем же? Мы так рассказали, Рэбе, вот такое состояние, если мы все уже с осуждением, со всеми делами, так вот плохо. Как же выжить? Вы знаете, одно интересное место, которое Ишуа говорит одному из книжников, вернее, судье Израиля, он говорит, Никодим, тебе должно родиться свыше. Кто из вас пережил рождение свыше? Что вы на самом деле пережили? Если я скажу, вы поймете, о чем я говорю. Когда мы пережили рождение свыше, вдруг, внезапно, мы почувствовали, что мы стали принадлежать к тому, что наше. К тому, может быть, сомну людей, которых мы не видели, патриархам, тем людям, святым людям, мы стали принадлежать Богу, мы стали одной семьей. Момент рождения свыше, это добрая, хорошая новость. Мы становимся с чувствами, остаемся с чувством принадлежности в общине, в теле Мессии и тому, может быть, сверхнепонятному состоянию, где называется Новый Иерусалим, небеса. Мы принадлежим другой совсем сфере, Ефесянам 1.4, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, непорочны перед Ним в любви. Предопределив, усыновив нас себе через Ешуа Мессию по благодати и воле своей, по хвалу славы и благодати своей, которой Он благодетствовал нас, возлюбленным Сыне, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству, благодати Его. Но, знаете, в Марка 9 глава, 41 стих, есть отрывок стиха, который мы очень любим цитировать, как, знаете, вот некоторое вознаграждение. Я очень часто читал это место и никогда не сматривался в середину этого стиха. Смотрите, кто напоит в вас чашу воды во имя Мое? Мы потом упускали это все и говорим, не потеряет награды своей. Имейте в виду, если будем делать добрые дела во имя Иисуса, Ешуа, Мессии, да, то мы не потеряем свои награды. Но посмотрите, что здесь написано. «Потому что вы чьи? Не просто во имя Иисуса, а вы, потому что вы, вы как чьи, вы Христовы, вы принадлежите Мессии». И истинно говорю вам, я точно-точно говорю, вы не потеряете свои награды. Награды не потеряет тот, кто его, кто принадлежит ему. Вы знаете, там не сказано, что и кто отравит другого во имя Мое. Нет, кто даст живую воду. Как вы думаете, сплетни, разговоры, негатив, ненависть – это живая вода или мертвая? О чем помышляете? О том, что доброта, то, что дата славно, что почтительно. О том размышляете, что созидает человека. Это необходимое условие, и он говорит, и вы не потеряете свои награды. Я хочу, чтобы многие из нас были частью общины. Те, кто сегодня здесь. Мы хотим, чтобы вы чувствовали себя дома. Мы хотим, чтобы вы участвовали в том, что Бог нам дает и дал. Я хочу, чтобы вы проходили основы веры. Сам Ишуа говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пороков. Не нарушить я пришел, но исполнить, да? Что созидает Бог сегодня? Бог созидает свою общину. Говорит Петру, на этом камне я построю свою общину, и врата ада не одолеют ее. Ишуа говорит, я пришел, не разрусь то, что Бог созидает. Каждый из нас становится частью той картины, которую Бог усматривает. Я хочу, чтобы вы принадлежали этой общине, вливались в жизнь общину, проходили членские классы, стали частью молитвенного служения, домашней группы, служения детям, подростков, женского служения, гостеприимства, порядка, посещения больных, репутационных центров, театрального, танцевального служения, прославления, бизнес-групп, помощь пожилым. Чтобы мы вливались в жизнь общины. Для чего? Зачем все это говорить? Впереди нас в сентябре стоит большая задача. У нас фестиваль. Да, он будет грандиозным. Он будет частью того, что Бог предусмотрел для нас. Но потом у нас есть работа с людьми. Кто из вас жалеет, что кто-то когда-то пришел к вам на улице и сказал, послушай, я хочу с тобой поделиться доброй вестью, я хочу поделиться с тобой хорошей вестью. Христос умер за тебя. Кто из вас жалеет об этом когда-нибудь? Не жалеете, нет? Может, слушай, я сижу здесь, так сожалевая, что тот идиот ко мне пришел, я теперь не могу отсюда выйти. Уйду, может быть, они будут меня преследовать. Или наоборот, вы не жалеете, что вам вы приняли Мессию в свое сердце. Если вы не жалеете, что когда-то кто-то пришел к вам в жизнь и поделился Мессией, подумайте о том, что кто-то, может быть, нуждается через время в вас лично. Через сентябре, в октябре, чтобы вы пришли к ним, поделились доброй вестью. Что Мессия Ишу, вот он есть избранный Мессия, и он даст свободу. Что только через него мы получим усыновление, рождение свыше и принадлежать Царству Небесному. Это одно, принадлежать общине, людям, помощи друг другу, поддержать друг друга. Дьявол хочет разрушить ячейку понятия семейности, общины, принадлежности. Сегодня мир сфокусирован, и я о себе, моя хата с краю, в интернете ничего не знаю. Услышьте мое послание. Послание, которое внутри меня, оно болит. Мы рождены с чувствами отверженности. И на самом деле нет причин нас любить. Нет ни одной причины, чтобы нас любить. Вы скажете, а, Рэб, вы что-то загнули. Но я же такой хороший. Грех никогда нельзя любить. Только рождение свыше способно примирить нас с Богом. Но Бог своей любовью к нам доказал тем, что Мессия умер за нас, когда мы были еще грешниками. Не удивляйтесь тому, что я вам говорю, что нет ни одной причины, чтобы нас любить. Я не могу вам это объяснить, но могу вам немножко рассказать. Однажды вечером, это было давно, я рассуждал о своих отношениях с Татьяной. И я спросил, за что меня любить вообще? За что она меня любит? Ну, за что она меня любит? Я думаю, наверное, за то, что я ее люблю. А если бы я разлюбил? Знаете, вот встречайся с людьми, которые хотят развестись. Чего ты разводишься? Я ее разлюбил. Больше не люблю. И знаете, вот когда я подумал об этом, на меня напал страх такой. Такое неприятное состояние. Что значит, я ну, как бы не разлюблю ее? Мне стало неприятно. Знаете, я понимаю, что у некоторых людей в жизни была первая любовь к Богу. Вот это чувство. Бог говорит, вернись ко мне. Имея про тебя только одно, ты потерял первую любовь. И я, знаете, стал молиться и умолять Бога, Господи, я не хочу потерять эту первую любовь. Она, это то, что у меня есть. К моей жене. Это чувство, знаете, которое я не хочу переживать, отверженность, быть отверженным каким-то образом. Если ты меня не любишь, я тебя не люблю. Я, наоборот, хочу, чтобы моя жизнь была преизбытком. Знаете, я молился, и в тихом таком состоянии, плача вечером, или даже было ночью, я почувствовал, как Бог проговорил мое сердце. Я знаю, за что тебя Таня любит. Я так удивился, и за что? Ну, то, что я люблю ее, там, когда мой, ну, за то, что и я. Знаете, вот этот голос был, за то, что и я. Я тогда задал вопрос Богу, а за что ты меня любишь? Я удивился. Он сказал, ты мой. Я тебя выкупил. Я искупил тебя. И ты мой. Знаете, я понял, что я ее, а она моя. В этом заключается любовь. мы принадлежим друг к другу. Дети. Дети. За них очень часто молишься. И часто страдаешь своей душой. Быть отцом очень сложно. Матерью тоже. Я задавал Богу много-много вопросов. Знаете, когда ты в состоянии таком напряженном, задаешь вопросы Богу. Ну, почему вот так происходит? Почему вот так они поступают? И вот это делают. И то, Господи, вымаливаешь, люди бы их. И знаете, опять же, я не пророк, я не как бы, не претендую на пророческий дар. Но у каждого из нас есть то чувство, когда мы разговариваем с Богом в то время, когда нам Он очень нужен. Я сидел и думал, что с моими детьми будет? Я знал, что Бог мне отдал много лет назад, когда Рома был еще маленьким, что все мои дети, они будут служить Богу. но будут, это будут, а как сейчас, Господи, что сейчас происходит? Я не говорю, что они были плохими. Наши все дети хорошие, правда? Все дети хорошие. Свои дети всегда хорошие, чужие плохие. Чужие виноваты во всем. Я помню, что Бог ко мне говорил, Валя, почему ты любишь своих детей? Потому что они твои дети. Не потому что они любят тебя. Не потому что они что-то делают для тебя. А потому что они твои дети. А как они твои дети, они уже будут и послушны, и проявят свою любовь. Потому что они твои дети. Я говорю это перед большим таким действием, которое мы будем делать. Называется молитва. Я бы хотел, чтобы вы каждый принадлежали по местной общине церкви. Если у нас в гостях из другого города, найдите место, где ваши нужды будут исполнены. Быть в теле Мессии важно, так Бог захотел. Принадлежать в телу Мессии. Для того, чтобы могли бы поддержать друг друга. И если мы его, то мы можем относиться друг к другу, как братья и сестры. Покрывая множество грехов, ошибок. Но вы должны помнить, что любой грех производит чувство скрытости, неуместности. Уйти, исчезнуть. Я хотел бы, чтобы вы поддерживали эту общину. Те, кто думает это делать. Не сорили, не гадили здесь. Участвовали с нами в том, что мы участвуем. Верить так, как и мы верим. Поддерживать, не рушить. Любить друг друга созидать. Верный святитель спасает души, а лживый наговаривает много лжи. Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? И знаете, я верю, что наша община это хорошее место отношений, работы, исполнения ваших желаний. Я имею ввиду служить. Очень часто люди говорят, Ребе, а что вы думаете, вот это можно делать или это делать? И Библия говорит очень просто. Если ты знаешь, как делать, или что делать добро и не делаешь, то что? Грех. Если ты можешь что-то делать, твоя рука может сделать добро, хочешь сделать, это на сердце. Это и общине. Это возможно. Возможно пройти классы, узнать, во что мы верим, куда мы движемся, какие наши ценности, что мы достигаем. И давайте в канун грандиозных событий в нашем городе, особенно через буквально пять минут зайдет сюда жених с невестой, мы в первую очередь помолимся Богу. Потому что нас ожидает много работы. Для того, чтобы эта работа совершилась, ее надо готовить. нам нужно подготовить свое сердце в первую очередь через молитву, через отношения. Если вы здесь первый раз в нас в общине, вы хотите принять дешево личным спасителем, это можно сделать и очень просто. Просто пригласить его в свое сердце. Мы сейчас встанем в наши ноги и в нашей простой молитве каждый из нас обратимся к Богу, чтобы это чувство отверженности, оно ушло. Если грех томит вашу душу, вы чувствуете, что вы отделились от общества Мессии, от общества верующих людей, что вы оторвались от Бога, как Адам и Ева, грех, который вас отрезал от отношений, вы можете примириться, обращаясь к Богу, как Отцу. Не говорите, что вы Его убоялись, вы скрываетесь, потому что вот так получилось. А быть открытым простой молитвом Абинуши Башимаим, Отец Небесный, я нуждаюсь сегодня в Тебе. Мой грех, мое состояние, оно отвергло меня с Тобой, отделило меня от Тебя. Господи, я почувствовал, что я не нужен ни верующим, ни общине, ни тем, к моим друзьям, потому что этот грех, который отрезал меня от общения с Тобой, создал во мне чувство уединения, и вот сбежать, не видеть никого. Так не было отначально. Изначально Ты приготовил для нас общение, общение друг с другом, помогая друг другу. Величие Твое, Господь, оно распространяется посреди нас, когда мы поддерживаем друг друга, моля за друг друга. И сегодня эта возможность у нас есть помолиться друг за друга, чтобы мы были готовы в будущем молиться с другими, принимать других, работать с ними, какими бы они отверженными ни были, Господь, Ты пострадал на Голгофе в Христе за них. Ты улыбнул на Голгофе за них, чтобы мы все имели эту свободу. Спасибо тебе, Господь, всемогущий, Божий, праведный. Божьем ищем, ищем, ищем. 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 Субтитры создавал DimaTorzok